Понимаете, вот как верить гидрометцентру? Вот объясните мне, пожалуйста. Два дня назад нам говорили, что будет дождь, проливной дождь. Мы реально планировали, что будем делать банкет вот в этой веранде, потому что были уверены, что будет дождь. И вот на тебе, какой там дождь? Жарень, Жарень, Жареньевич. Заметьте, здесь нет пудровых оттенков, да? Как многие говорят, вот я хочу, чтобы все было пудровое-пудровое. Здесь вообще нет пудровых оттенков. Здесь все вот такое яркое, ярко-синий, ярко-фиолетовый, ярко-красный, ярко-бордовый. Все такое яркое, вот все, даже зеленый, тот, он такой прям изумрудно-яркий. При всем при этом, кстати, да, вот несмотря на всю яркость картинки вот этой вот на банкетной площадке, зона выездной регистрации отличается. Она сегодня более такая спокойная, более сдержанная, но в нашем же стиле бога. У нас раньше в офисе такой камер, кстати, лежал. Если что, могли обратиться к нам, мы могли бы поделиться с вами. Кусочек отрезать ковра этого. Здесь лежит ковер. Это место, где гости сегодня будут танцевать. Это такая танцплощадка, потому что далее уже идет сцена. Ну, точнее, это веранда, которую мы переделали в сцену, сделали из нее место, где будет выступать ковер-группа. Здесь выступает ковер-группа. Там, вот в той стороне у нас находится зона. Нет, смотри, Асю хочет залезть ко мне в кадр. Мишу! А, кстати, почему ковер, да? Вот это уже вы спросите, почему ковер. Потому что здесь брусчатка, и если кто-то придет такой же умненький, как и я, на шпилечках, и пройдется по этой брусчатке, то туфли можно выбросить. А так появляется ковер, и, в общем-то, можно спокойно танцевать, и с каблуками все будет в порядке. Здесь зона отдыха для тех, кто не хочет танцевать, но при этом хочет находиться в зоне видимости, так скажем, и наблюдать за гостями. Опять же, появляются ковры, здесь зона отдыха, здесь тоже еще одна зона отдыха. И на случай вечернего, я не знаю, будет такое или нет, мне кажется, вряд ли это будет, вечернего озноба, на случай вечернего похолодания, вряд ли это сегодня будет, и вряд ли это пригодится, но, тем не менее, есть вот такие пледики. То есть, если кому-то будет некомфортно, и кто-то захочет согреться, то спокойно можно взять пледик. Все продумано, все для гостей, чтобы гости максимально сегодня отдохнули и получили удовольствие. Самое крутое, это когда на площадке есть возможность организовать все таким образом, чтобы в месте, где ты наслаждаешься природой, была только природа. Вот сейчас, например, если посмотреть по округе, ну, вон, подъехала одна машина, единственная, и ее сейчас отгонят, загонят на парковку. То есть, парковка устроена таким образом, что машина располагается вне зоны видимости. То есть, ты вроде как приезжаешь на природу, и ты реально находишься на природе, ты реально наслаждаешься, или там, озером, или что это такое, прудиком, ты наслаждаешься зеленью, ты наслаждаешься этим открытым воздухом. А не так, как обычно, да, выезжают люди за город, тут же машины, тут же они шашлыки жарят, и вроде как-то нет вот этого вот ощущения гармонии, да, нет этого ощущения, что все, я вырвался из этого города, наконец-то, просто чтобы воздухом подышать. Вот это, конечно, очень здорово, вот посмотрите, да, вот машина все выглядела от пассажира, и поехала на парковочную зону, и сейчас в зоне видимости нет ни одной машины, несмотря на то, что практически все гости приехали на машинах, и несмотря на то, что, ну, естественно, каждый добирался как-то на своем личном транспорте. То есть, все вот таким вот образом продумано, здорово, что ты находишься в единении с природой. То есть, если вы планируете, да, какое-то мероприятие, вот свое мероприятие вот под открытым небом, на открытом воздухе, то продумайте тоже вот этот момент относительно парковки автомобилей, потому что для вас, для самих это будет кайф, и для ваших фотографов, видеографов, и все гости скажут вам спасибо за то, что нет автомобилей, да, и вот сейчас у нас пойдет, например, невеста, она пройдет вот по этой дорожке, пойдет карочки, и вокруг просто поле, вокруг просто полянка, вокруг просто природа, вокруг просто деревья, и нет ничего напоминающего о тесном душном городе. Сегодня регистрацию у нас будет вести отдельно, приедет регистратор, и будет проводить трогательную, красивую церемонию. Специально разделили на такие две части. Первая часть трогательная, красивая, с регистратором. Обратите внимание на стульчики, посмотрите, какие интересные стулья. Но больше всего мне интересен вот этот стул, это для очень стройного, мне кажется, гостя, потому что если... тут самое главное проконтролировать, чтобы гость был очень стройный, понимаете? Чтобы, дай бог, кто-то с лишним весом не сел, значит, может быть кернов, в общем-то. Вот, ладно, мы приходим в зону выездной регистрации. Алин, я знаю, что я тебе хотела сказать? Обратите внимание, что здесь сегодня цвет на зоне выездной регистрации отличается от того, что у нас на банкетной части. То есть, если банкет такой яркий, такой красочный, такой пылающий цветами, то зона выездной церемонии, это прям такой стиль Боха, сдержанный, солома вот это вот. И что это, солома или что? Картадерия, ловцы и снов, да? Это же они? Макраме? Макраме. Я в детстве, кстати, плела такие макраме, вы знаете? Я умела это делать. Ты сама плела вот эту штуку? Мама. Мама? Молодец какая мама. Злат, ну не таскай ты сама, пожалуйста. Не таскай воду сама. Не, Злат, я серьезно. Тебе еще детей рожать? А что ты делаешь сейчас в данный момент, Алин? Я укрепляю композиции, потому что ветер. А, то есть ты положила туда камни? Я заклеила все скотчем, положила камни анкором. Ага. И теперь закрашиваю этот анкор, чтобы его не было видно. Потому что ветер нереальный, он сносит все. Да, ветер сегодня нереальный, это правда. Конечно, сегодня у нас очень-очень-очень-очень ветреная погода. Мы устали ловить, честно говоря, наши вазы, которых надо прикручивать к столу. Но я думаю, что вечером будет хорошо и комфортно. Я максимально постаралась сейчас пособирать все, чтобы к приходу гостей, к приходу молодоженов все стояло, чтобы ничего не падало. Невеста сегодня, это второе платье. Лена, иди, расскажи чуть-чуть. Я вот пока вот задержала их, пожалуйста, расскажи чуть-чуть. Маша может тоже хорошо рассказать. Расскажи, расскажи, расскажи про платье. Первое платье, давайте. Первое у нас был экспромт. Первое было экспромт. Мы взяли то, в котором она ходила в ЗАГС вчера. Ну, они тоже могут рассказать, как вчера они посетили ЗАГС. Расскажите, расскажите, радовались платьем. Да, я вообще не планировала в нем сегодня появляться, но не было никакой одежды для утреневесты, поэтому мы решили его возьмать. Сначала у меня был такой романтический образ, а теперь я бохо. А мы покажем фоточки. Мы покажем фоточки романтичного образа, а сейчас ты прям бохо-бохо, прям вот в стиль, стиль, стиль. А можно посмотреть твое платьишко вот так вот издалека, пожалуйста? Да-да-да. Боже, она нереально красивая. Она не вывезли. А ну-ка. Огонь. А ну-ка. Вот так должна выглядеть, бог о невесте. Ну все, не будем отвлекать вас, ребят. Бегите. Можно я букетик буквально покажу еще? Смотрите, какой букетик. Вот он прям в том же цвете, тоже бордовые вот эти оттенки, фиолетовые. Ну прям вот все то же самое, что у нас на столах. Главное, чтобы теперь у нас ничего не улетело на столах. Что мы будем молить небеса, чтобы ничего не улетело. Бегите, репетируйте. Мы подглядим за вами, как вы репетируете танец. А, танец мы репетируем? Да. Сейчас там музыку включим. У вас есть прям минуточку, включим, да. Вопрос теперь по поводу букетика. Маш, ты понесешь тогда букетик сама? Да, мне уже его дарили. Да, давай тогда, ты с букетиком, а когда будет обмен кольцами, отдай Ирине тогда его. Хорошо. Чтобы злать и не бежать. Я все сделаю. Хорошо? Конечно. Все отлично. И как встать, вы знаете, да? Как встать. Да, это важно. Все отлично. Друзья мои, у нас сейчас начинается, вы знаете, церемония, так как все в таком режиме light, так скажем. Жених уже с нами. В этот момент идут декораторы для того, чтобы все поправить. Здесь в зоне, где у нас будет проходить банкетная часть. Гости рассаживаются. Жених стоит, уже ждет, когда же начнется регистрация. То есть, сегодня все так неофициально, все так очень дружелюбно, по-семейному, по-домашнему. Единственное, что никто еще не видел невесту, и вот это будет такой сюрпризик для гостей, для всех, для всех. Ну, естественно, кроме жениха, жених-то видел невесту. Сюрпризик для всех, как же выглядит наша красавица Мария. Сегодня очень хороший день, и по Илье не видно, но я вас уверяю, он очень нервничает, переживает. Хотя, что переживать, да? Он просто ждет свою единственную неповторимую, свою супругу. Поэтому еще раз бурные аплодисменты нашему Илье, и я вручаю микрофон тому человеку, кто объявит нашу пару мужем и женой. Это Ирина, держи. Ты решил сразу выйти, да? Нет, никогда не. Любовь несовершенно. Она справится. Любя мы идем на ощупь, но навстречу. Именно любя мы прыгаем в бездну неизвестности, но оказываемся на седьмом нерве. Пытаясь познать новые грани, мы открываем горизонты с легкостью и бесстрашием, потому что в любви легче дышать, потому что в любви желание жить. Бегают мурашки, а там у нас уже стоит невеста. Поехали, друзья, позвольте начать наш сегодняшний праздник именно со слов любви, потому что имя сегодня пропитан воздух, потому что именно они будут звучать сегодня много раз. Но главные слова принадлежат Илье и Марии. И прежде чем мы встретим будущего главу семьи, позвольте мне пару слов сказать об Илье. Он целеустремлен во всем. У него высокие требования к жизни и множество разных амплуан. Он настоящий мужчина, который умеет добиваться своего. И он, дорогие друзья, заслуживает ваши аплодисменты. Встречайте наш жених Илья! Сразу видно, что музыку подбирал жених на свой выход. Даже такая брутальная. Они сегодня с самого утра с колоночкой, и когда гуляли, они слышали музыку. Это было так мило, так интересно. Воспоминания из той самой первой встречи Ильи и Марии. Но свои ощущения он помнит по сей день. Этот букет эмоций он выразил одной фразой, написав другу простое «Я женюсь». Давайте еще раз поддержим его решение аплодисментами. И вот наступает самый полноценный момент. Друзья, еще немного, и здесь появится она. Она олицетворение красоты и внутреннего света. Нежности и гармонии. Вы это знаете. Платье. И она так, что смогла по-настоящему очаровать и заинтересовать нашего жениха. Она тоже заслуживает ваши аплодисменты. И прямо сейчас она появляется здесь в сопровождении своего папы Игоря. Встречаем. Вон наша невеста. Смотрите, какая нежная. Смотрите, какое струящееся платье. Потрясающе просто. И это так мило, что папа ведет ее за ручку. Смотрите, как в детский сад, когда идешь маленького ребеночка, ведешь его за ручку. Это так мило. Я сейчас расплачиваюсь. Я как мама трех дочек теперь плачу. Когда вижу такие милые вещи. Не знаю, видели вы или не заметили, не было видно вам это. Но невеста действительно разволновалась, расчувствовалась, даже немножко всплакнула. Жених тоже видно, что расчувствовался. Хотя он такой кремень, Илья. Редко когда можно... Я не знаю, конечно, может и можно, но я думаю, что он кремень. Я думаю, что он такой настоящий мужчина, который никогда не плачет. Так вот, успех выездной регистрации, успех вот этой вот речи, которую произносит регистратор, зависит не только от регистратора, но и от молодоженов на самом деле. Это вот нужно четко понимать, потому что зачастую молодожены думают, что главное нанять классного регистратора, а он уже там все сделает. Он там уже все напишет, он там все преподнесет нам блюдечки, и все будет хорошо, красиво и замечательно. Штука в том, что, что бы ни говорил регистратор, вас это никогда не зацепит, если это не относится к вам, если это не про вас история. Но заметьте, всего каких-то пару фраз относительно того, что настоящее чувство это когда он там что-то дарит, да, вот то, что Ирина рассказывала про ребят. Настоящее чувство это когда возле подъезда там что-то стоит, там, не знаю, видимо автомобиль или что-то, не знаю. Согласитесь, в течение всей нашей жизни мы встречаем тысячи людей, но только кто-то один меняет ее навсегда. Во многомиллионном городе и на всем земном шаре моющим сердцем того, с кем жизнь она просто будет полной, интересной и настоящей. Но когда мы встречаемся с любовью, мы можем ее не узнать, потому что истинная любовь раскрывается в течение времени. Но если она пришла к нам, то она изменит нас навсегда. И это точно. Наша пара там в подтверждении. Дорогие Илья и Мария, каждый ваш день, совместно пружитый вместе, это неотделимый фрагмент общей истории об одной настоящей любви. Ведь ваша история, это когда любовь открылась внезапно, но грани ее раскрывались постепенно и понарастающие, и это происходит по сей день. Ведь настоящая любовь, она не рождается в спешке и суете, ее можно почувствовать гуляя на патриаршах, в разговорах обо всем и ни о чем. Она живет в трогательной записке, присланной вместе с цветами на работу и даже наскоро приготовленном завтраке. Она прячется на стоянке возле дома и путешествует вместе с вами в самые дальние уголки нашей планеты, открывая новые возможности и открывая вас друг к другу. Ну и, конечно же, за то время, что вы вместе, вы создали тысячу счастливых воспоминаний. Вот эти вот маленькие нюансики, эти маленькие моментики, регистратор никак не узнает, если вы сами об этом не скажете, если вы не дадите эту информацию. Поэтому я очень прошу обычно молодоженов, которые хотят, чтобы регистрация была действительно трогательной, которые хотят, чтобы регистрация была действительно душевной про них, чтобы ребята очень внимательно отнеслись к домашним заданиям от регистраторов, чтобы ребята действительно потрудились тоже, чтобы не пустили это на самотек, чтобы рассказали хоть какие-то нюансы, хоть какие-то моментики про них, про их жизнь, про то, что их может действительно зацепить, про то, что может действительно вытащить из них вот эту эмоцию, вот эти чувства, потому что как только эмоция появилась на лице у невесты, я оглядывала гостей, я вижу, что здесь девушка вытирает слезку, там здесь кто-то заулыбался, так и тоже видно, что заблестели глаза, то есть эмоции пошли и у гостей, разумеется. Сегодня стою здесь, рука об руку, вы волнуетесь, переживаете, но не меньше вас, а возможно даже больше волнуются самые дорогие вам люди, это ваши родители. Пройдут годы, и на их месте будете вы, а перед вами уже будут ваши дети. И точно так же, как сегодня волнуются и радуются ваши родители, будете радоваться и вы, и возможно плакать, услышав слова благодарности, но самое главное – гордиться. Точно так же, как сегодня гордятся вами. И как бы ни была насыщена событиями в вашей жизни, мы верим, что у вас всегда найдется минутка сказать своим родителям спасибо. И тогда гордость и уважение в вашей семье продлятся на многие поколения вашего рода. Давайте эти аплодисменты посвятим нашим родителям. Дорогие невесты, важная информация для вас. Если вы выбираете площадку, ну типа такой, которую выбрали мы сегодня, да, это площадка, где огромная территория, вот развернитесь, посмотрите, территория действительно большая, и на этой площадке скоординироваться не так просто, если у вас нет средств связи. Вот сегодня, например, вот на нашей площадке здесь абсолютно полное отсутствие какой-либо связи, телефонной связи, да. Мы не можем позвонить друг другу, сказать что-то, не можем записать голосовое сообщение, потому что связи нет ни у кого. Поэтому гости просто-напросто убрали свои телефоны, никто ничего не постит, не выкладывает, потому что, ну, просто элементарно нет связи. Так вот, если вы выбираете вот такого рода площадку, вам нужно четко понимать, каким образом будет происходить координация на площадке. Потому что сегодня, вот, например, мы единственные люди вот на всей этой огромной территории, у кого есть средства связи, это вот это вот ухо, которое вы видите, этот наушничек, это рации. У нас есть рации у меня, есть рации у распорядителя, есть рации у банкетного менеджера, которому мы дали, да, рацию. Мы дали рацию декораторам, мы дали рацию фотографу, чтобы с каждым была связь, чтобы каждому можно было сказать о том, что, ребят, так, вот сейчас уходит, это фотограф, да, забрал молодоженов, пошел с ними фотографироваться в лес, чтобы мы могли сказать, ребята, нам пора возвращаться, возвращайтесь туда-то, сюда-то. Чтобы мы могли сказать банкетному менеджеру о том, что у нас там приехали гости, чтобы мы могли сказать декоратору, что нам нужно что-то поправить по декору. То есть, по сути, если бы здесь не было сейчас рации, то я даже не представляю, как возможно было бы все это скоординировать. То есть, это вот нужно бегать, это нужно 20 человек, координаторов и распорядителей, которые бегали бы по этой площадке, чтобы передать какую-то информацию, потому что иначе связи нет. Так вот, если вы организовываете свадьбу не с моим агентством, а с каким-то другим агентством, обязательно обращайте внимание, ну, помимо компетентности, да, агентства, на то, что есть ли у них какие-то дополнительные средства связи, если вы хотите, чтобы мероприятие было вот в таком формате, на открытом воздухе, на большой территории, на большой площадке, чтобы не было казусов, чтобы не было проблем, чтобы действительно все было четко, вовремя слажено и все всем понятно. Я думаю, что менеджер очень сегодня оценила, что мы ей выделили рацию, потому что она так очень активно участвует в разговоре с нами по рации, да, оценили, в общем-то, все. Если же вы, повторюсь, организовываете самостоятельно, без агентства такого рода мероприятия, еще раз повторюсь, что это больше не к ресторану относится, да, а именно вот к таким площадкам, где большая территория. Это могут быть усадьбы, это могут быть какие-то полянки, это могут быть просто какие-то большие территории парковые, да, где просто так не добежишь от точки А до точки Б, то обязательно нужно понимать, каким образом вы будете координироваться на площадке со всеми участниками вашего мероприятия. Это очень важно. Так как я знаю, что есть противники организаторов, есть люди, которые прям вот категорически против организаторов, говорят, что это абсолютно ненужный человек на мероприятии, ну, вот сегодня, вы знаете, я могу сказать, что если бы у нас не было рации, я даже не знаю, как бы все это происходило, то есть как с небес информация поступала бы банкетному менеджеру, фотографу, который ушел в лес фотографировать молодоженов там, декоратором, не представляю даже, поэтому все-таки поверьте моему опыту, организатор нужен, а компетентный организатор нужен в тройне. Банкетный зал, побережье веранда, рядом с Ириной крутая команда, каждая девушка свадьбы достойна, веселой и красивой Ирина спокойна. Она на вопросы знает ответы, только для вас открывает секреты, сказка становится с нею реальной, ваша свадьба может стать уникальной. Корни в Америда Тысяча три сообщения в личке Корни в Америда Она по любви, не по привычке Корни в Америда Тысяча три сообщения в личке Корни в Америда Она по любви Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова